Саша, привет. Я сегодня буду представлять баскетболистов, многие из которых точат на тебя зуб. Спасибо. Ты будешь представлять спортивную журналистику. Я буду задавать вопросы, ты будешь отвечать или ты будешь задавать мне встречные вопросы. Будем общаться. Будем общаться. Я понимаю, что я сейчас играю не на своем поле, здесь нету мяча, нельзя тебя толкнуть, нельзя тебя укусить. Толкнуть можно. Не будем опускаться до уровня рэп-баталий. Саша, один из первых и главных вопросов. Ты очень много лет, ты являешься одним из, в принципе, трех-четырех людей, которые реально разбираются в баскетболе, которые пишут, анализируют. И вот у меня назрел вопрос, который, в принципе, он давно должен был быть задан, но никто не решался. Почему всегда негатив? Почему все прогнозы максимум негативные? Ну, во-первых, это не это вранье. Потому что давайте, если, давайте, давай будем разбирать ситуацию, как есть. Не перед одним евробаскетом, кроме последнего, я не писал негативных текстов. Вот прям последний текст, который, знаешь, базово всегда дает какой-то посыл, какую-то надежду или веру. Перед, только перед последним семнадцатым евробаскетом, это все можно же проверить, Google все помнит. Даже когда мы приехали в Ригу, например, перед стартом евробаскет 15, на котором ты, собственно, был капитаном сборной, не было такого, знаешь, ощущение грядущего чего-то плохого было вот только сейчас. Почему негатив после? Это уже к вам вопрос. Ну, к вам в широком смысле. Потому что, знаешь, у нас такая сборная, я, честно, вот много думал об этом, как это, как объяснить правильнее, да, свою позицию. Но суть в том, что, знаешь, однажды очаровавшись в тринадцатом году, в четырнадцатом году мы сильно разочаровались. Сильно разочаровались, очень сильно. Причем я абсолютно убежден, мы к этому, я думаю, еще вернемся к этому моменту, что не все игроки сборной понимали исторический момент, в котором они находятся. И после этого, ну, то есть уже очаровываться особо не было смысла. Потом пятнадцатый год, даже если идти постепенно, в тринадцатом году никто не ждал ничего от сборной, она выстрелила. В четырнадцатом году ожидания были высокие. Прогнозы почему негативные? Я выводил из группы сборную. На планете баскетбол мы проводили опрос мировых журналистов, которые говорили, что Украина должна быть 4-1 в группе и выходить из группы со второго места и быть синдереллой этого чемпионата. Перед пятнадцатым чемпионатом оптимизм был умеренный, но у нас же была группа не самая сильная, и мы из нее не вышли. В шестнадцатом году в отборе, ну, извините, обыграть Косово и кого там еще, Болгарию, это, ну, хорошее достижение, да, ну, проиграть два раза в Словении, окей. То есть перед семнадцатым Евробаскетом было больше всего негатива. Я понимаю вопрос, почему всегда негатив, но понятно, потому что люди, рисенсибайз, люди помнят только то, что было вчера. И, но не было же негатива по отношению к сборной после игры в Атрии, например. Да даже после поражения Турции в этом отборе, ну, был негатив по отношению к тренеру, потому что у меня, например, было отношение, ну, что вот он проиграл игру. Игроков я обычно стараюсь цеплять, ну, не стараюсь, а цепляю, только когда есть конкретные пруфы. И, собственно, в последнем отборе я выбрал для себя сам такой формат, слава богу, сайт, на котором я работаю, это позволяет. Я сам себе диктую форматы, и вот есть видео, есть под каждым текстом видео. Если игрок пропускает под кольцо людей, то это есть на видео, это я не придумал. Возможно, когда-то я придумывал эти вещи, или там, как запомнил, так и написал, но я не могу сказать, что всегда негатив. Это уже первое большое заблуждение. Во-вторых, если так уже продолжать оправдываться, то здесь, например, есть люди, которые могут спокойно подтвердить, что так как я переживаю за сборную Украины по баскетболу, мало кто переживает. На самом-то деле. Меня вплоть до лишения аккредитации на турнирах и все такое. Потому что все равно вытравить из себя болельщика в нашей стране очень тяжело, потому что у нас нет рынка баскетбольных СМИ. И так или иначе ты зависишь от сборной. Если сборная попала на Евробасске, значит ты едешь на Евробасске. Значит тебе могут помочь с этим, могут выделить бюджет. Если сборная не попала на Евробасске, сидишь дома и смотришь его по телевизору. Вот и все. Соответственно, я тоже заинтересован в том, чтобы сборная играла хорошо. Но продукт, который она выдает, слушайте, я не обязан хвалить кого-то. Если хорошо я хвалю, в последнее время так и происходит. Ну, просто, например, кого-то из последних хвалил. Да, Денис Лукашев после матча с Турцией, да, ты написал, что на фоне ужасной игры джеттера ты никогда не хотел, чтобы Денис Лукашев так сильно вышел на площадку. Да, да. А какие еще примеры? Ну, какие вот? Ну, если Кравцов сыграл образцовый матч с Латвией в Риге, то он сыграл. Это написано во всех текстах, во всех постах. Хорошо. Саша, ты же понимаешь, что твое мнение очень сильно формирует мнение болельщиков. То есть, вот в этой вот цепочке баскетболист, журналист, болельщик, именно ты формируешь мнение многих болельщиков. Ты понимаешь, что своими вот этими вот негативными может быть оправдано? Я не говорю, что, в принципе, все мы такие идеальные. Нет. Но в некоторых моментах, когда вот, в принципе, можно было чуть-чуть сгладить углы, сказать, что, блин, ну пацаны хотя бы старались, пацаны хотя бы бились, ты такими красивыми словесами оперируешь, что, в принципе, болельщик, который, в принципе, он читал, у него не было такого определенного мнения. Он прочитал твои посты, и у него сформировалось мнение, что у нас все ужасно. И куда ему верить, если вот он продолжает читать твои, в принципе, может быть, где-то оправданная критика, но она просто очень жесткая? Ну, во-первых, я никому, я специально никого не критикую. Это заблуждение. В последние пять лет я точно специально никого не критикую. Ну, я имею в виду, знаешь, вот этот пикин. Отдельного игрока выбрал, и прям вот его прикладываешь. Да нет такого на самом-то деле. Ну, нет, просто нет. То есть, если с Денисом Лукашевым были моменты, да, как бы, то это его суждение, ну, он так прочитал. У нас же, понимаешь, еще важно не то, что написано, важно, как ты это прочитал. Если человек читает на А, Б, то это не мои проблемы. Если в тексте написано, что игрок X играл достаточно хорошо, он считает, что достаточно это мягкое, что это слово достаточно лишнее, здесь можно просто сказать хорошо. Это его проблема. Я не обязан, понимаешь, я же не работник федерации баскетбола, вот это важно уяснить. Я в своем роде, да, ответственен за популяризацию баскетбола. Я ее так или иначе делаю своими текстами или прочими, но в то же время мне же не платят зарплату за то, чтобы я хвалил сборную или, наоборот, уничтожал ее. Мне платят зарплату, чтобы людям было интересно заходить на сайт, на котором я работаю. И если где-то критика жесткая, ну, это уже мое личное, как бы, да, восприятие. Ну, это не твое личное. Ты, ты. Нет, так я, я понимаю то, что я личное восприятие формирую. Ну, простите, ну, это еще тоже, понимаешь, вот в чем еще проблема, что нету ни второго, ни третьего источника. И вот это точно не моя проблема. Вот, и я, ну, конечно, ну, я же не обязан, как бы, да, кому-то. Не обязан, ты же говоришь, что ты болеешь за сборную. Ты же хочешь видеть полный дворец спорта. Я болею за сборную, но в то же время, как, я болею за нее, вот. Когда, когда у нее все хорошо. Нет, я болею за нее всегда. Да, но потом я прихожу домой, остываю и начинаю вспоминать, что я, помимо того, что я болельщик, я еще как-то журналист. И, ну, и итоги, знаешь, я, да, в Фейсбуке иногда бывают посты резкие и прочее. Но, когда вот речь идет уже о конкретном таком, да, знаешь, то, что откладывается в веках потом, да, какие-то тексты, которым, возвращаясь, никогда нету горячей головы. Она уже всегда холодная. Стараться пересмотреть игры, стараться с кем-то пообсудить это, с какими-то другими тренерами, другими игроками. И потом выдать уже тот продукт, который окончательное мнение сформирует. А по поводу болельщиков, понимаешь, у нас же такие еще болельщики, что они тебе расскажут гораздо лучше, чем ты понимаешь. И я сейчас, поездив вот на финальной серии, да, например, в Южный, Николаев, Днепр, Черкассы, ты разговариваешь с людьми, и они, как бы, вообще, они, во-первых, они в теме, ну, часть из них. Во-вторых, они сами агрессивно тебе навязывают мнение. И понимаешь, если у нас, например, на сайтах, на Баскеткоме, на Планете, где угодно, Пустозвонов или там, не знаю, еще кто-то не игрок, то это не я это сформировал. Болельщики сами на это смотрят. Мне иногда самому хочется влезть в срачи и доказать, подождите, может, они пускай сыграют? Ну да. Может, все не так плохо? Может быть, да, вот в 17-м году мне казалось, что это будет полный трэш. Потому что не было ни одной предпосылки, согласись. Нет, была одна. В легкой пятерке мы с Пустовым на центре играли гораздо лучше, чем... Но не было реальных предпосылок, чтобы это не было пять поражений. Ну, перед чемпионатом. Может быть, ребята верили. Но потом, даже с некоторыми с ними общаясь, они говорили, ну, вот в Грузии как-то получилось, сыграли. И пошел переворот. А до этого сборная плыла как по проруби. Поэтому здесь, ну, я понимаю претензию. Но никто, вот спасибо, как бы и тебе, и вам, что наконец-то кто-то попытался попонять в другую сторону. Я просто... Да, и... Ну, ты же сам знаешь, что, как бы, ты не самый популярный человек среди даже тех же сборников. Ну, да. Ты не заблокирован у многих игроков. Да. Все социальные сети, твой номер заблокирован. Ты же понимаешь, что, в принципе, это еще становится еще одной причиной, по которой ты не можешь даже... Ты не можешь, образно говоря, взять интервью. Пенни. Шелдон. Потому что своей, хорошо скажем, аргументированной критикой, ты, может быть, где-то перешел на личности. А были у тебя такие моменты, мы это оба знаем. Мы будем проводить примеры, не хочу говорить фамилии. Ты просто, ты перекрываешь этот доступ, чтобы болельщик услышал настоящее мнение игроков, когда они закрываются, когда их постоянно критикуют, когда вот было, было отличное окно в феврале, когда выиграли две игры, может быть, не самые сильные команды, может быть, не самые сильные составы, ну... Ну, выиграли. Да, выиграли. Факт. Сколько людей сказала, молодцы, сколько вообще, блядь, комментариев... Ничего, отлично, все нормально. Ну, слушай, подожди, это должно от меня зависеть, как ты считаешь? Это зависит также от меня, как я баскетболист. Я несу ответственность, я очень большую ответственность несу. И еще и своим имиджем, своим лицом я несу ответственность. Но также и ты, ты тот человек, который должен донести мои слова в своей форме до болельщика. А если много игроков не донести? В чем проблема была в феврале донести, донесли же? А то, что ты не увидел комментарий, так это наше естество украинское, Кирилл. Ты украинец, я украинец. Ты же понимаешь, что когда у нас происходит какое-то говно в жизни, у нас реакция на это говно в три раза больше, чем когда происходит что-то хорошее. Но это вообще логика природы человека, что человек хороший, это для него так и должно быть. Сборная выиграла, это ну ок. Да, пускай там, ну конечно, если бы мы в феврале условно обыграли Сербию и Испанию, то я думаю, что был бы экстаз в стране. Или в той части страны, которая это реально интересна. Но мы обыграли, ну Латвия достойно, Швеция дома взяли свое. Люди воспринимают это как данность, потому что, ну вот они так это воспринимают. И в то же время, когда мы проигрывали Турции и Латвии, тут же еще вопрос, как проиграли, а не по факту поражения. У нас люди, понимаешь, я не осуждаю людей, и моя доля тоже ответственности в этом есть. Потому что, ну я просто вижу рейтинги, да, условно, статей. Когда мы выигрываем, ну это и по комментариям это можешь судить. Ну да, да, да. Когда мы выигрываем, это норма, это норма, это мы выиграли. Здесь нет ничего такого, мы не выиграли чемпионат мира по баскетболу, или там не обыграли сборную Америки. Когда мы проиграли Америке на чемпионате мира в 14-м, но выиграли первую четверть, комментариев было вот так, позитивных, что спасибо, молодцы, парни, сделали. Но когда были там поражения перед этим, да и вообще всегда. Это наше естество, здесь я не перекладываю на кого-либо ответственность, я просто хочу отметить, что все рейтинги, все метрики показывают, поражения более выгодны. Потому что поражения, как ни странно, поднимают, знаешь, какие-то пласты. Потому что поражения дают тебе возможность написать. Ну, вот такой вот длинный текст. Ну мне и победы дают возможность написать. Ну, в победах, то есть там нельзя как бы так красиво высказаться по каждому игроку. Я даже помню вот тот Евробаскет 15-го года, который ты, наверное, вспоминаешь, что я читал твою статью резюмирующую, весь Евробаскет. Я, по-моему, еще два игрока, ты, в принципе, ты написал, что... Ну, неплохо, то есть, в принципе, чуть-чуть ниже своего уровня, но молодцы, сырали. Все, по каждому остальному, был огромезный абзац в том, в чем он был неправ. Правильно ли это? Результат Евробаскет 15 напомни мне, пожалуйста. Да, мы вышли из группы. И с какой группы мы не вышли? С какими командами? Латвия, Литва. А еще? А другие? Бельгия. Чехия и Эстония. А, Чехия и Эстония, да. И сколько команд из этих явно сильнее Украины? Давай по чесноку. Две. Литва и Чехия. Из-за Латвии. Ну, я думаю, что Литва и Латвия сильнее. Чехия. Ну, Латвию мы просто обыграли. Там играли все лучшие игроки. Не будем надувать. Ну, у Чехии, да, Чехии еще неудобно по стилю. Но я считаю, что две команды явно сильнее Украины. И три слабее. Ну. Сколько мы матчей выиграли? Один. Причем у команды-хозяйки матч, который по бумажным раскладам мы не должны были выигрывать. Ну, предстартеры. То есть, речь была о том, что выиграли в Эстонии, в Чехии. Ну, вот этих команд. Один. И что? И я должен писать, что все классно сыграли. Если ты лично уничтожал Волончунаса в первой игре, то не писать об этом было невозможно. Это все есть на видео. Все есть статья. С Литвой вопрос был решен на последних секундах. Ну, так по матчу с Литвой не было вопросов ни у кого. Понимаешь, проиграли. Матч с Эстонией. Для меня главный матч с Литвой Браски это матч с Чехией. Потому что, во-первых, у меня после него был очень приятный разговор с Евгением Викторовичем. Который, ну, как я до сих пор считаю, он вообще не понял, кто в Чехии главный игрок, а кто второстепенный. В связке с Атаранске веселый. Вот. Это во-первых. А во-вторых, ну, для меня, вот я, то есть я считал, что, ну, все говорили, что вот три команды, которые бегут. Чехия, Латвия и Бельгия. И Эстония тоже бегут. Ну, и что? Вы готовились к Европавскому? Готовились. Вы вышли где? Вот об этом был текст. Об этом была речь. И претензии были к конкретным людям, которые, если Джером Рэндалл не контролирует темп, то он, ну, если Денис выходит вместо него и команда делает камбэк. Какие претензии к Денису? Возвращается Рэндалл. Проблема. Мы сейчас можем так в частности обсуждать с тобой очень долго. Потому что, ну, они у меня сидят глубоко в памяти. Не будем затрагивать тему тренерства. У меня, как бы, тоже свое мнение есть. Ну, слушай, ну, подожди. Но конкретно возвращаясь к теме игроков, я же говорю, что сейчас я, ну, вот уже, ну, я тоже, знаешь, расту, становлюсь лучше, узнаю больше вид спорта и все такое. А игроков отдельно, вот прям вот сейчас, я, ну, только в контексте какой-то общей картины. Но общую картину, как по мне, определяет тренер. Все знают, что я считаю, что тренер – это главная проблема сборной Украины. Когда был Майк Фротелло в 14-м, в 13-м, в 14-м году. Такого больше времени. Да, да, там было, понимаешь, там просто, как, там было понятно, что генеральная линия, она четкая, она есть. И там уже решается от игроков. То есть, например, ну, там, с Доминиканской республикой. Саша Липовый держит Гарсию. Гарсия – шутер из НБА. Он, хоп, идет страховать от него. Чья это ошибка? Вряд ли тренера. Поэтому, понимаешь, тут не всегда ошибка тренера. Это ошибки игроков тоже есть. Если они есть, но они, на мой взгляд, достаточно очевидные, то мы их отмечаем. А как можно, ну, слушай, я тогда в таком случае, понимаешь, если я буду закрывать глаза на какие-то ошибки, на какие-то моменты, сглаживать углы. Слушай, про меня и так в комментариях пишут, что продался Федерации, лиже Джопу Бродскому и все такое. Ну, этого же нет. То есть, понимаешь, у нас же... А мы откуда знаем? Это другой вопрос. Нет, подожди. Просто, понимаешь, тогда... Никто не говорит, что ты не должен закрывать на это глаза. Просто ты можешь в той же мере высвечивать положительные стороны, в коей ты просто феноменально описываешь негативные. Ну, это хорошее... Над этим не нужно подумать. Да. Скажем так. Ну, понимаешь, ну, нарезка алиупов, она будет на любом сайте. А нарезку ошибок ты нигде не найдешь. А на что люди учатся? На алиупах или на ошибках? В первую очередь, сначала нужно поставить технику. Ну, вот. Ну, в целом, я имею в виду, что... Ну, да, есть... То есть, если мы будем выбирать там вот один момент, то есть, есть и усталость. Конечно. Ты, как бы, когда комментировал мой последний блог, ты написал, что там сделал абсолютно свободный бросок. Ты понимаешь, что психологически мы были сломлены? Да, очевидно. Это уже другой вопрос. Это тоже у меня вопросы есть к тренерскому составу. Ну, можно говорить бесконечно, но... Блин, ну, может быть какая-то вот больше чуть-чуть нейтральная позиция в аналитике. В поражениях или вообще в аналитике? Вообще в аналитике и в поражениях. Слушай, она и так нейтральная. Слушай, я что, пишу, что игрок номер 12 такой себе? Ну, спроси у любого игрока, насколько сильно они... Подожди, подожди, Кирилл. Вот давай, о, это моя любимая. Да. Смотри, ты играл в НБА. Я играл в НБА. Это есть, как бы, это доказано, да. Вот скажи, игроки НБА, они что, вот читают вот этот весь массив... Ну, давай начнем с того, что если бы они читали, у них бы времени свободного не было все перечитать. В нашей стране ресурсов два с половиной, и они, в принципе, полумертвые. Ну, да. И несложно почитать. Много, так все равно много времени свободного. Вот подожди, я, в принципе, доволен, я играл в НБА, как ты сказал. Про меня пишут сколько статей в неделю? Ноль. Ноль. Про меня пишут одну статью в 3-4 месяца. Там офисенко, там травма, офисенко или хорошо сыграл. Все. Сухая статистика. Любая аналитика, мне очень интересно, потому что в нашей стране очень редко ее пишут. И так же и любому игроку. И он каждую эту аналитику, он хочет прочитать. Он показывает там, если, не дай бог, в ней что-то хорошее, он будет показывать маме, папе. Он будет гордиться друзьям. А когда каждая вот эта вот, то есть, каждая аналитика, почему наши игроки даже боятся давать интервью, такие более-менее открытые, которые я, в принципе, пытаюсь сейчас давать и задать то, что, в принципе, надо сломать этот барьер. Потому что они боятся, потому что каждая аналитика, иди сюда, дорогой, так сказать, вот тут и сделал не так, тут и сделал не так. Ты понимаешь, а вот я тебе расскажу другую сторону этого процесса. То есть, если я буду писать, что игрок Х умница, игрок В отличный, игрок Г, игрок Г красавчик, я сейчас раз говорю, ко мне придут в комментариях всякие идиоты и начнут рассказать, что вы всем продались. Вы работаете... Так если тебе уже и так, и так пишут... Ну, так все равно, понимаешь? Мне кажется просто, что критика и положительные моменты, они должны быть в равной с... Они должны отражать результаты команды. Да, если пух... Кирилл, так давай тогда вернемся, смотри, 17-й год, 16-й, 15-й, 14-й, 13-й. Там, где были результаты, там все было позитивно. Только проблема в том, что результаты-то были, когда? Два раза? Вот, вот об этом, вот, 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 до этого те уважаемые мною глубоко, действительно, игроки... Ты понимаешь, что результаты не до конца зависят от игроков? От кого они зависят? От погоды? А, я понял. Вот эта вот личность... Ну, хорошо. Не будем называть имя его вслух, скажем так, Волан-де-Морт. Ну, окей, отлично. Ну, так... Мне даже нечего возразить. Вот в чем виноваты игроки, если... В чем виноваты? Блин, да как мне это сказать, чтобы никого не обидеть? Если плана на игру как такового не было... А, так подожди, так как... Не А, не Б, и просто пытаются на своем классе. Я понял, так, стоп. А, то есть, получается, из твоих слов получается, что в моих статьях виноваты в провале сборной только игроки? Ну, там как бы да. Ну, там как бы да, в каждом тексте написано, что уволят тренера. В каждом твоем тексте написано, что уволят тренера. И это уже настолько ты часто пишешь, что это, оно уже как бы, оно... А, сливается. Сливается, то есть. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Ой, ну, ребят, ну, извините. Заглавие, Мурзин, уйди домой. Все, поехали дальше, интересно. Подожди, это моя проблема в том, что это кому-то приелось? Если я так считаю, я буду продолжать так считать. Давайте просто отделять игроков от не игроков. Я стараюсь это делать. Если мы сейчас возьмем ноутбук, откроем тексты и посмотрим их по структуре, игрокам обычно выделяется отдельный абзац. Тренерам обычно отдельный, в сумме обычно отдельный. Ребят, не учите меня писать статьи, пожалуйста. Никто не спорит. Я же говорю, я играю сейчас не на своем поле. Тут нету мяча, тут нельзя как бы потолкаться. Здесь нужно говорить. Я, в принципе, в этом неплох, но... Ну, ты отлично это справляется. Да, это не моя работа. Я еще раз скажу спасибо, что кто-то хотя бы попытался понять другую сторону. Потому что легче всего, как Денис, прийти в комментарии и сказать, ты, чтобы я тебя больше не видел. Я не против его не видеть, но он игрок сборной. Он игрок сборной. Он хороший игрок сборной. А как ты, кстати, хорошо. Идем дальше. Как бы ты хотел, чтобы было? Я бы хотел, чтобы сборная выиграла. Я бы хотел, чтобы сборная выиграла. Чтобы ты критиковал игроков, а они по первому твоему зову давали эксклюзивные игры. Нет, я понимаю. Если у них что-то интересное в жизни происходит. Нет, Кирилл, я понимаю, что это улица с двусторонним движением. И я же не обзваниваю всех с просьбами, дайте, пожалуйста, мне интервью. Я их, во-первых, просто не беру. Ну, это я. Берут люди, которые со мной работают. А ты можешь сделать интересный эксклюзив. Я же тебе говорю еще раз. Ты, в принципе, один из очень-очень-очень немногих людей, которые разбираются в баскетболе, которые, в принципе, ты можешь донести жизни баскетболиста или просто вот сесть с тем же гладырем и разобрать, что получилось, что не получилось. Потому что ты про него не писал, он не приезжал играть за сборную. Ну, не, просто я считаю, что есть игроки, с которыми можно это сделать, но это будет интересно. А есть ребята, которые будут отвечать да, нет, не знаю. Понимаешь, вот в чем проблема. И это тоже, ну, это часть просто отдельно. То те же игроки сборной. Слушай, я, ну, сколько я там работаю, там, лет 5-6-7. И практически все игроки сборной так или иначе в той или иной форме давали интервью большие. Моему изданию, не моему. Интересных из них реально было, ну, 30%. Ну, интересных для читателей. Потому что, да, это проблема наша тоже. Я согласен, я не слагательств. Чтобы вот как было в Суперлиге, ну, лет 5 назад, что игроков обязывали приходить на пресс-конференции. И пускай они протокольно 2-3 слова каждый раз говорили, какая-то привычка у них выработалась. И они потом уже начали, ну, давать, ну, более-менее нормально общаться. То есть, с футболистами, с теми же, это нельзя, с камнем. Но интересный контент, понимаешь, а не пустое общение. Очень мало людей обеспечит. И кто-то из-за, просто кто-то вот такой есть человек, не многословный. Кто-то предпочитает играть, доказывать все. Кому-то нечего рассказать, потому что он играет в одном клубе, там, 5 лет, например. У него не меняется ничего в жизни. Но, да, есть люди, которые принципиально мне не дают интервью или не дают интервью сайтам. Ты знаешь, что, в принципе, вся эта проблема, это не только в игроках. Я вот тебе лично расскажу, что когда ко мне, то есть, в Википедии, я не знаю, какое-то мурло, когда-то написало, что мое отчество Владимирович. И до сих пор вот эти вот недожурналисты, хотя вот я очень люблю Юрия Дудя. И, в принципе, я с ним согласен, что спортивная журналистика, что в их стране, что в нашей стране, она, блядь, нахер мертва. Она умерла, она, блядь, она воняет, она разлагается. Вот, а почему? Потому что даже вот эти вот журналисты, я миллиард раз во всех интервью говорю, что мое отчество Анатольевич. И все равно я прихожу к очередному, блядь, какому-то эксклюзивному изданию. И он говорит, Кирилл Владимирович, здравствуйте. Блядь, ну ты не мог, я понимаю, ты открыл Википедию, это твоя максимальная подготовка. Вот так вот, то есть к Боброву подошел человек после игры со сборной и говорит, здравствуйте, это же вы, Бобров, который играл в Николаеве. Ну просто Слава говорит, спасибо, до свидания, развернулся и ушел. То есть минимальная подготовка. Я просто, это сейчас я говорю не за тебя лично, это я говорю за в общем спортивную журналистику, насколько она в плохом состоянии сейчас находится. Так это, нет, это отдельный большой крупный разговор, ну по поводу спортивной журналистики. По поводу того, кто там готовится, ну честно, для меня, например, интервью с игроками, ну если так уже конкретно, не самый интересный журналист, лично для меня. То есть игроки должны быть хотя бы такие, ну как Глодырь и Фисенко, они должны где-то поиграть, что-то увидеть, чего-то добиться. Тогда они, конечно же, вот мы сейчас с тобой сидим, общаемся и, ну это не интервью, но это нормальное, живое общение умного человека с достаточно умным человеком. Я сейчас попытаюсь понять, не обижаться. Нет, достаточно умный это я. Но в то же время, но есть игроки молодые, которым нечего сказать, есть игроки, которые, ну вот это все. Но по поводу того, что они там закрываются, обижаются, ну слушай, есть там опять же интервью по телефону, там, да, это в микс-зонах на чемпионате Европы. Когда наша сборная проигрывает, останавливается обычно, ну если Фисенко есть в команде, то он останавливается, если Глодырь есть, то он останавливается. Остальные все идут мимо, ну 90%. И на какие-то увещевания, ну как Тёма Пустовой вот после игры с Латвией, ну он так честно и искать, мне нечего сказать. Ну вот просто мне нечего сказать. И все эти нюансы, конечно, Украина должна стать сборной Испании. Ну если так, по-простому вообще. Очень по-простому. Начать выигрывать, и тогда будет и интерес. Понимаешь, у нас общество не избаловано вообще победами. То есть я, например, расскажу тебе свою любимую историю про сборную Украину, а ты сейчас посчитаешь, как она может формировать отношение человека, меня лично, и мое отношение как передатчика информации. Матч с Новой Зеландией на чемпионате мира 2014 года. У нас рекорд 2-1, мы проигрываем этот матч, проигрываем подбор команде, в которой самый высокий игрок 2-0-2. Проигрываем 20 подборов. После игры Слава Кравцов дает интервью, ну Слава он спокойный человек, как бы, да, все знают. Ну и Слава на таком, на белом глазу говорит, проиграли подбор, настроились. Честно, если бы я был таких габаритов, как ты, он бы оттуда не вышел физически. Потому что я не понимаю, как в стране, в которой начинается война, в которую непонятно, вернетесь вы вообще или нет, ты можешь в самом важном матче своей жизни не настроиться на борьбу. Обыграйте Новую Зеландию, вы в плей-офф чемпионата мира, вы уже боги. Про вас потом годы 3 еще ничего не скажут плохого. Я так точно бы не сказал. Ну два, до следующего Евробаскета. Давай, да, не будем обманывать друг друга. Но это было бы достижение, против которого бы ты уже ничего не попишешь. Ну и как, ну этот Айзек Фату, понимаешь, мне потом год снился. Не знаю, сколько лет он им снился после этого, а мне он снился долго. Потому что мне было до пиздецов обидно. Ну как можно, потому что подбор, ты же сам понимаешь, это, ну, соответственно, габариты, с другой желание. Если ты не хочешь, если ты не хочешь бороться за этот мяч, какой-то чудило на тебя напрыгнет, да, сверху, из головы у тебя его заберет. И так проигрывать команде, которая по силам, в принципе, нам была, ну, адекватно, проигрывать без борьбы, без вот этого желания. Ну, может быть, с борьбой, но я ее не увидел. И не только я ее не увидел. Туда приехал, в Испанию тогда, в 2014 году приехало очень много болельщиков из Украины. Потому что деньги на эту поездку были заложены еще там при курсе Евро-12, как бы, да, и, ну, были у людей какие-то сбережения, очень много. То есть я, вот, я с 11-го года был на всех, где играет сборная чемпионатов, не было такого вот, ну, Испания хорошая страна, тепло, все дела, но не было такого. И они мне говорили, ну, ты ж там с ним и спилкуешься, ну, якутэ жваны так и робли. А мне нечего ответить, потому что Слава, спилкуясь земною, говорит, ну, чувак, shit happens. И мне, и как тогда я должен относиться, конкретно к нему окей, там, по-разному. Но как я к этим людям должен относиться? Они не понимают исторического момента, в котором они находятся. Ну, то есть, реально, мы идем, мы идем по арене в Бильбао в 14-м году, нас спрашивают, а у вас там как, уже все, типа, Киев уже сгорел. Или это, и ты сидишь вместо того, чтобы делать работу, записывать интервью, ты сидишь, читаешь гребаную украинскую правду. И следишь за тем, где происходит какая-то фигня. Сейчас все спокойно, ну, относительно. Не относительно, спокойно, да, конечно, это отдельный разум. Ну, вот это, понимаешь, вот эти вещи формируют отношения, мое, например. И очень сложно потом... То есть, ты сейчас согласен, что ты на эмоциях? Тогда, да, тогда на эмоциях. Сейчас вообще... Как часто ты пишешь на эмоциях? В Фейсбуке почти всегда. Это такой жанр просто, понимаешь, это жанр мгновенной реакции. Статьи на сайте, да, но я все равно фильтрую. Я все равно фильтрую, понимаешь, это не... Ну, то есть, я уже вырос из штанов, как бы, слышишь, ты мудак, иди сюда. Нет, нет. Но достаточно... Я просто эмоциональный человек, ну вот... Хорошо, что ты не понравилось в моем блоге? Вот уже... Мне не понравилось то, что ты начал считать чужие деньги. Я не начал считать чужие деньги. Ну, ты сказал, чувак, что ты там заплатил. Это было в юморном. Ну, значит, я не прочитал интернацию. Ну, как это? Ну, слушай, много-немного просто это... Ну, вот меня, например, да, как простого болельщика баскетбола, конкретно в этой игре, ну, меня цена на билеты немножко смутила. Хорошо. Это вопросы не к игрокам. Начнем с этого. И это, ну, короче, блин, ну, когда вот ты хочешь, чтобы мы стали Испанией? А мы можем все стать Испанией, а не только игроки, плюс тренерский штаб, плюс федерация. Болельщики, когда станут Испанией, когда можно вы потянете нас туда, в Испанию, когда вы будете в нас верить, а не рассказывать, да, блядь, деревянные. Я лично, я лично, едя на любой матч с бортой, я всегда верю в сборную. Просто потом обычно, ну, 30 на 70. Ну, до этого пишу прогноз, что, в принципе, ну... Подожди, ну, опять же, давай сейчас, опять мы возвращаемся к началу. Я обязан хвалить сборную? Нет. Я обязан писать то, что я считаю нужным. Можно мой телефон? Я тебе прочитаю просто один комментарий. Пожалуйста. Точнее, вопрос от игрока сборной. Да, ну, с удовольствием. Не будем называть время. Готов ли ты отвечать за свои слова и оскорбления, не сбывшихся исключительно негативных прогнозов? Исключительно негативных прогнозов. Ну, я не отвечаю, я вот сейчас перед тобой сижу. Могу перед кем-то другим посидеть. За 17-й год мне, ну, как бы я не верил, да, мне не влом признать, что я ошибся по поводу сборной радикально. Они вышли из группы, они выполнили задачу, не выиграли два матча. Я готов это признать. Какие еще не сбылись прогнозы? Давайте. А за 14-й год игроки передо мной извинятся за не сбывшийся прогноз? Кстати, вот это хороший вопрос. Почему ты его не сдал? Не знаю. Потому что я их не хотел видеть банально после матча с Новой Зеландией. Ну, не говори, что видеть, просто, ну, написать. Они заблокированы. Они заблокированы, они не ответят. Нет, ты можешь написать статью, и поверь, она дойдет до них, до всех. Я же говорю, когда про тебя пишут полторы статьи в год. После каждого чемпионата есть статья, она до кого-то доходит. Ну. Ну. Ты написал, что тебе лично, как болельщику, было бы приятно, если бы ей пацаны извинились? Не знаю. А так ты, в принципе, обиделся, затаив обиду. Может быть, она прошла, может быть, она прошла. А может быть, она где-то глубоко сидит и вот, ну, вот... Так обида же не личная, понимаешь? Она же такая расплывчатая. Но она есть? Была. Сейчас уже нет. А какая обиды? Ну, какие обиды? Слушай, какие у меня могут быть обиды? За 17-й год... То есть, в принципе, ничего не ждешь? Какие могут быть обиды? То есть, ты не ждешь, ничего не жду? Сейчас я уже как... Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Тебе все равно стало? Нет. Нет. Я хочу прийти на матч и увидеть, как сборная Украины выиграет. Ты думаешь, тоже, слушай, вот психологически вот чисто, что думаешь, мне доставлять, мне, моим коллегам, болельщикам, доставляет удовольствие извлекать из себя вот это дерьмо все, весь негатив. Может быть, кому-то, да, есть такая категория людей. Мне, например... Тебе нужно заставить себя извлекать из себя? Нет. Или оно, в принципе, лежит на поверхности? Нет, не жду, мне это не может быть приятно, вот я хочу что сказать. Мне думаешь, приятно написать негативные статьи, конечно, неприятно. Мне приятно смотреть два матча с Турцией и Латвией, пересматривать их, искать эти ошибки, конечно, неприятно. Но такая работа, простите, мне за это деньги платят. Вам платят за то, что вы играете, тренируетесь, поддерживаете правильное движение. Давай как-то будем резюмировать, у меня поезд скоро. Подожди, подожди, я сейчас задумался, а кто тебе платит? Дваделец сайта. А фамилией нельзя называть? Ну почему, ну я не знаю, можно или нет. Кстати, надо... А какого сайта? Планета Баскетбол. В Фейсбуке мне никто не платит деньги, я там сам... Вот там ты настоящий. Нет, а почему, я везде настоящий. Там ты от души. Меня везде блокируют. Ну это уже, короче, это уже... Нет, Фед, смотри, по поводу извиниться, если есть за что, я всегда извинюсь. То есть многие люди, которые... Ты ждешь, в принципе, чтобы... Нет, те люди, которые, ну, вот со мной пересекают, ну, не игроки сборной, а там на клубном уровне пересекают. Все знают, что мне, если я где-то ошибся радикально, радикально, ну да и не радикально, ну по-всякому говоря. Я готов всегда извиниться, написать текст или там пост, или там лично подойти и сказать, мне не в лом. Сейчас уже, спустя там, не знаю сколько, 8 лет в этой профессии, там в 20, понимаешь, один, да, один подход 22, другой там 27, 3. Сейчас с меня уже ничего не упадет, в 20 могло бы, там, теоретически. Сейчас с меня шапка не упадет, подойти и сказать там, извините, я был неправ, или давайте я там напишу, как я видел эту ситуацию. Понимаешь, суть нашей с тобой беседы в том, что кто-то попытался заглянуть в другую сторону. После этого я уверен, что сейчас те же игроки сборной, да простые болельщики, они посмотрят, они поймут лучше мою, например, мотивацию и мой рабочий процесс. Не, они поймут, мы нарежем так, что ты будешь плохим. Очень хорошо. Вот, поэтому, как это изменить, это радикально, это глобальный вопрос. Хорошо, вот я хочу спросить, есть у тебя какой-то вот последний посыл, чего ты хочешь сказать, может быть, лично игрокам, может быть, лично тренеру, президенту? Да, у меня нет как такового личного посыла, например, но просто я хочу, вот на последней игре сакцентировать внимание, ребят, вы играете дома, вы играете дома три раза в год, вы играете дома против не Испании, в следующий раз будете играть с Испанией, там как пойдет уже, все понимают, что это Испания. Вы играете против хорошей, крепкой европейской команды, которую вы три года назад обыгрывали на Евробаскете, которую вы полгода назад обыгрывали на другом поле при других обстоятельствах. Я понимаю, что может не быть плана на игру, может там быть только один видеопросмотр перед игрой, может там джеттер быть в плохой форме и так далее, и так далее. Но последние 7-8-10 минут они формируют вот этот осадок, который остается у болельщиков. И потом мы требуем полного дворца спорта. Проблема же не в том, что, да, там игроки сломались. Плюс, я вообще, мне очень сложно войти в положение игроков, как вот после такого сезона, как был, например, у Глодыря или у Пустового, приехать еще в сборную и как на каком-то диком последнем издыхании сыграть два матча. Честно, мне это очень сложно понять. И также сложно понять игроков, которые там 1 мая у нас закончился сезон в Украине, они вынуждены прерывать отпуск, потом готовиться. Вот это все. Мне это действительно сложно понять. Но раз вы уже сборная, и против вас же играют плюс-минус такие же люди, которые тоже закончили сезон позавчера, кто-то месяц назад, то будьте добры, выкладывайте. Болельщики. Если ты хочешь больше сама... Я не хочу, я вот сейчас я транслирую не свое мнение, а мнение болельщиков, с которыми... Не, я хочу твое мнение. Лично я хочу... Что ты хочешь, чтобы изменилось? Ну, тренер для начала. Ну, это мантра заезженная, как бы, да? Ну, так слушай, это многое изменит, мне кажется, вообще в подходах. Я промолчу, кстати. Ну, я помню. Вот, но я хочу, чтобы сборная просто в каких-то моментах, в каких-то... Ну, понятно, я же не говорю, что все в другом. Вот такие вот. Но есть моменты, понимаешь, которые вот выиграли у Латвии, классно, и все ждут этого первого июля, все топят. Потом ты первого июля приходишь на матч, платишь деньги. Ну, не я. Огромные деньги. Хотя я тоже заплатил, на самом деле, не огромные, но заплатил. И ты видишь это. И вот это, ну, а потом мы говорим про отталкивание. Потом... Никто не спорит, что они реально обосрались. Я это говорю, как баскетболист. Мне было самому не очень приятно. Просто, понимаешь, концентрация таких матчей... Вот периодически... Я бы даже его разбил. Периодически такие матчи возникают у нашей сборной. Которые отталкивают от нее вот вообще. Ты понимаешь, что это у всех сборных такое происходит? Ну, да, наверное. Ты понимаешь, что нельзя просто вот брать этот один момент и хранить его в памяти на всю жизнь? Ну, я не собираюсь хранить матчи с Латвией на всю жизнь. Вот он у тебя очень жестко въелся. Надо просто продолжать верить, поддерживать и делать все. Я делаю... Еще раз. Я не в церкви. Я не пастор. Я не должен кого-то сподвигать на веру. Я делаю свою работу. Но ты хочешь самоотдачи. Ты ничего не должен, но ты как бы хочешь и где-то, может быть, требуешь. Ну, требую это громко слово. То есть, если тебе не дают самоотдачу, то ты обижаешься. То есть, в принципе, ты требуешь. Ну, ок. Хорошо. Хорошо, хорошее замечание. То есть, я делаю то, что я делаю свою работу. Как на нее реагируют те же болельщики? Ну, вот я, честно, это будет очень хорошее упражнение подумать перед следующими матчами и вообще над тем, как вы это видите. Вот. То есть, я еще раз говорю, что это важный момент, чтобы это все. Может быть, да, где-то будет больше позитива. Я это не могу гарантировать. Это максимум того, что я хотел. Я тоже, как бы, от себя хотел бы сказать, что, в принципе, да, пацаны ужасно провели именно вот это последнее окно. Ну, слушай, ну, вот тоже еще один вопрос. Ну, они же сами это там где-то признали, может быть, где-то на кухне. Все прекрасно понимают. Ну, никто же не вышел. Ну, вышел Мишула после игры с Латвией и сказал, у нас три раза обыграли тактически. И все. Трижды повторил одно и то же. А Евгений Викторович со своими выводами, ну, делай дальше выводы. Ну, не было, понимаешь. Мы не будем говорить за Евгением Викторовичем. Нет, может быть, кто-то бы вот вышел вот так вот, как ты сейчас, да, только из игроков, которые там с площадки. Сказал, ребят, простите, обосрались. Может, было бы лучше, но никто же этого не сделал. Это было печально. Это было еще, кстати, еще одним доказательством, вот это я говорю сейчас в частности про Пуха Джеттера, то, что нам нужно растить своих кадров, а не пытаться вот жить прошлым, пытаться дергать того же Пуха, который в последние годы играет не в НБА, а в Китае. И который, он, ну, по секрету расскажу, он должен был приехать в Вавилино, договорились за контракт, но он не приехал. По каким-то своим причинам. Все знали, что он приедет в разобранный. То есть он не тренировался. Но все равно все знали, но он приедет. Вот, и все верили. И Лукашев. Пропетляем, да? Да, двойка Лукашев, точнее тройка Лукашев, Бобров, Кравцов, которая, в принципе, феноменально работает. Денис может находить этих двоих своими люками. Она, ее не было. Ну, ладно, это, короче, можем разговаривать еще очень долго. Саш, спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Я, в принципе, тебя услышал. Ну, это было действительно интересно. Надеюсь, что, может быть, этот разговар кому-то чего-то там поможет. Ну, мне точно. Ну, вот, да. Я думаю, игрокам тоже будет интересно послушать его точки зрения. Спасибо. Спасибо большое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо.